Игорь, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Да, приветствую, приветствую. Ну, в первую очередь, хотел, конечно, поздравить Израиль с ликвидацией Хасана Насралы. Видели мы все, как эффектно это выглядело. Более того, есть эта красивая табличка, где показано, что все руководство, ну, на тот момент, все руководство Хизбаллы было уничтожено армией обороны Израиля. Я, знаете, увидел распространенное довольно мнение о том, что, ну, вот, то, что случилось с Насралой, это должно пугать и Путина в том числе. Понимаете ли вы, а почему это должно его пугать? Путин, если шире, испугался очень арабской весны, когда убрали Каддафи. Еще как убрали? Линчевали его в досточной трубе, поймав. Ну, и там есть подробности, которые, может быть, даже и не стоит тут упоминать. Да. Вот. Это очень сильно перепугало его, кстати. И Лукашенко. Ну, вообще диктаторов. Это Асада перепугало очень сильно. Почему Асад утопил Сирию в крови? Потому что он понимал, что его так же разорвут на части. Они там, министерство Алавит, это маленькое министерство, которое управляет Сирией, где суниты. Они бы его там разодрали бы. Похуже, чем с Каддафи сделали. Путин, конечно. Ну, смотрите, возьмем вот Россию, да. В России ФСБ в течение долгих лет давило радикалов. Правых радикалов и левых радикалов там. Вы понимаете, что как бы очень много правых радикалов ушло в подполье. Кто-то покинул Россию и так далее. Вы понимаете, что если их в руки попадет Путин, его как бы разорвут как-то тоже. Каддафи разорвали. Вот. Ну, отдельно еще, конечно же, всевозможные исламистские движения, сепартистские движения и так далее. То есть, как бы, там зубно точно очень больших групп, очень больших слов населения, у народов отдельно разных и так далее. Вот. Поэтому, конечно же, такой момент очень сильно испугал его и все, что происходило дальше. И самое главное, что его тут пугало, что это как бы происходит в каком-то смысле, не в каком-то смысле, а это происходит с разрешения Запада. Ну, то есть, Каддафи был рукопожатый, как бы, товарищ. А потом, бац, как бы, при поддержке блока НАТО, вот, левийские повстанцы смогли, там, как бы, его снять, убрать. Ну, и Лисадам, например, которого повесили просто. Ну, то есть, как бы, все же помнят эти фотографии, где он, как он, этот, как бездомный какой-то, лохматый. Санта-Клаус. Санта-Клаус. Да, лохматый и так далее, вот, как бы, как бы, тоже все-таки был признанный лидер, да. Дальше. Потом он увидел, что это не останавливается, когда американцы уничтожили Сулеймани. Это же не просто генерал. Это очень важный чиновник, ключевая фигура в Иране. И он раза три, по-моему, публично выступая, это озвучивал. Он столько его испугал, это. То есть, он три раза публично это озвучивал у Путина, а сколько раз он это не публично где-нибудь озвучивал. То есть, видно, сколько его триггернула эта тема. Как говорил один человек, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, говорит, что Кремль хочет, чтобы просто работала труба, и их не хлопнули, как Сулеймани. Я в полном смысле согласен с этим человеком. Вот эти два желания, грубо говоря, Путина было. Поэтому они хотели эту спецоперацию быстро, хоп, закрыть все этот кейс с Украиной-Киевом, взять быстро Киев, починить себе Украину, превратить ее в такую, как Беларусь. Барионеточная, лояльная, как бы, режим себе. Вот. И все. И дальше труба работала, гнала, как бы, в Европу, денюжки вылет, и ты себе спокойно сжился и не тужил. Ну, и был уверен, что тебя не хлопнут, как Сулеймани. А сейчас вот уничтожен был Ания в лидер Хамаса. Опять же, тут дело не в самом Ания, а в том, что он был уничтожен в Тегеране на охраняемом объекте Ксир, то есть, фактически, как бы, на официальной инигурации президента. Вот. Как Россия тогда это назвала? Политические убийства. Ну, то есть, подразумеваем, что это плохо. То есть, они говорят, это плохо, не надо. Политическое убийство, это плохо. А сейчас, вот, Насралу. Причем, там скопом сразу. Весь квартал с гражданскими. Дочка Насрала, говорят, что там тоже была. Генерал еще один, вот, иранский там был, Аббас. Вот. Еще другие там деятели были. Начальник контрразведки. Вот. Хизбаллы. И, конечно же, Кремль теперь пугал. Они несколько раз это комментировали. То есть, не один раз. Отдельно Захарова, отдельно Лавров, отдельно Атмин было заявление. Причем, Атмин, кстати, вышла только в простыня российского. И там шло блоком, вот, отдельно, что вот политические убийства. Израиль снова занимается политическими убийствами. Это ключевое, это важное, да. Вот. Путин боится, что на каком-то этапе он потеряет вот покровительство вот со стороны, скажем, Индии и Китая. Потому что они поймут, что он им не нужен. Вот. Максимум, что им нужно, как бы, это ресурсы российские, там, отхапать кусок Сибири, да, тому же Китаю. Вот. И, фактически, этот даст кардланш, как бы, Западу, ну, например, расправиться с российскими линдами, когда будет турбулетная обстановка в России самой. Ну, консепаратизм, да, гражданская война, что-то такое, быстро поменяют, поставят какой-нибудь из команды там навальнистов куда-нибудь, да, и так далее. А эти будут в бегах, какие-нибудь КГБшники, и на них просто объявят охоту. Он не хочет, как бы, свою жизнь так закончить, чтобы в историю он так вошел. Он как Каддафи. Вот Каддафи начал великий революционер-спаситель Ливии, а он закончил, как аббасанец в трубе, которого линчевали. Вот. Ну, Путин да усрачка этого боится. Ну, просто, вот, судьбы Каддафи. Вот, поэтому, да, да, конечно. Вот, поэтому они так сильно, вот, оплотились на Израиль, ну, не говоря там, что, как бы, это все их друзья, как бы, и Хизбалла, и Хамас, и Иран, это друзья, как бы, России. Но тут, помимо того, что это друзья, они реально очень этого боятся. Ну, есть еще просто, как это сказать, практическая, практический страх, что вот можно пробивать бункеры, все нормально, где бы они там не были под землей, да, все равно можно достучаться. 50 противобункерных, вот, тяжелых бомб, вас не спасет никакой бункер. Там, вы видели эти фотографии с этой дырой? Да, да, да. Ну, то есть, там все просто в это, в кашу, и там шансов никаких не было. Кстати, знаете, Насрало, что он видел перед смертью? Ну, этого я не знаю. Вот. Ну, никто не знает, но с большей вероятностью он видел перед смертью лицо Натаньяу, потому что он не пропускал все его выступления. Аладар был тогда, когда Натаньяу выступал в ООН. И получается так, что, как бы, видимо, это последнее, что он увидел перед своей жизнью, своего заклятого врага. Ну, потому что Натаньяу больше десяти лет у власти, тоже так далее. Еще в девяносте тоже был у власти Натаньяу. Сам Насрало тридцать два года правил Хизбалой, то есть, понятно, что он для него прямо враг-враг. Ну, Израиль сионист это враг, и Натаньяу, который олицетворяет это. Вот такая, как бы, байка, но учитывая, что Насрало следил за всеми выступлениями Натаньяу, Натаньяу смотрел их и так далее, с большей вероятностью последнее, что он увидел, это его лицо. Есть, конечно, символизм понятный, все это красиво. Тут есть же, ну, понятное мнение. Сейчас уже Хизбалла назначила нового руководителя, вот есть его имя, Хашим Софи Аддин его зовут, он еще и двоюродный брат Насралы. Не подтвердили, не подтвердили. Не подтвердили еще? Ну, окей. Секундочку, я сейчас скажу вам точно, сейчас, секунду, чтобы, вот, но последняя информация, это не подтвердили сейчас. Да, Хизбалла опровергает сообщение телеканала Аль-Хад со значения нового генсека, вот. Окей. Ну, есть же такая распространенная точка зрения, опять же, о том, что, ну, как это, ликвидации эти не работают, что вот якобы новый виток, это все равно, кто-то еще более радикальный, кто-то еще более мечтающий о том, чтобы уничтожить всех евреев, что показывает история, действительно ли это так? Ну, смотря как вы это делаете, если вы просто кого-то убрали и потом все, как бы не трогаете, ну, приходят новые и так далее, и так далее. Почему насрало пришел, как бы, стал руководителем? Потому что ликвидировали предыдущего день сека в 92-м году. Вот. Надо было насралу сразу ликвидировать, а не ждать. но тут такое полуоправдание можно сказать, что было сложно его ликвидировать, в том смысле, что, скажем, во второй Ливанской войне мы не знали точно, где он находится. Прямо точно. Еще не были возможности настолько, как бы, развиты. а здесь мы знали точно, бункер. Надо было просто все там перепахать, весь квартал вместе, как бы, под землей туда, чтобы там точно все, как бы, смешать с песком и не было шансов никого выжить. Поднилися в 15, загруженные бомбами и туда все-то скинули. Бункеробойными. Вот. Но это к тому, что если речь идет о полностью уничтожении потенциала группировки, нужно постоянно их уничтожать, убивать. Чтобы просто невозможно, как бы, уничтожить полностью как бы Хизбаллу, потому что у Хизбаллы есть филиалы где-нибудь в Латинской Америке, например. Мы же не будем там за конкретной ячейкой бегать там где-то в этой. Хотя можно, такой опыт есть. Но тут не всегда это целесообразно, не всегда это нужно. Но уничтожить их как группировку, вот эта вот самая самая сильная негосударственная армия в мире, она считается самая сильная неправительственная организация военная в мире. Уничтожить ее, чтобы их вбомбить, буквально вбомбить, в уровень просто террористов, чтобы они просто были террористической группировкой, которая там мог теракты устраивать какие-нибудь и так далее. Да, это реально, это возможно. И это включает постоянное воздействие на лидеров. Но, вот знаете, мы сейчас с вами разговариваем, там Дахию бомбят, как бы, вот. Ливан бомбят, и Дахия, это квартал как раз шиитский, где находятся все основные хизбаллы объекты, ну, в том числе, это был бункер хизбаллы как раз там. Вот. И вот этой ночью тоже бомбили, в Бейруте уничтожили. Кстати, не только Дахию, этой ночью в Бейруте нанесли удар по центральному Бейруту, там уничтожили боевиков Народного фронта, это эти, какие-то, вот, там Суницкий район. Да-да, Свобождение Палестины. Народный фронт, Свобождение Палестины, вот, и трех, трех каких-то лидеров, боевиков. Они большие, вот у нас там, это Газа, Юдея, Самария, вот, ну, вот какие-то там у них тоже есть недобитки. Но, в основном, как бы, там, да, бомбят, то есть, то есть, видите, идет, как бы, продолжается. И наши военные лидеры, они же подчеркивают постоянно, вот, что вот армия наносит удары и продолжит наносить удары. То есть, это незаконченная еще история. Когда все закончится, можно будет говорить, кто там сменил, и кто там радикал, не радикал пришел, и так далее. А сейчас просто активная военная фаза. Я знаете, это еще в каком контексте, спрашиваю. Понятно, что каждый украинец хотел бы, чтобы уничтожили Путина. У нас сейчас нет таких возможностей, как у Израиля. Ну, в смысле, на F-35 прилететь и сбросить 50 бомб на его бункер. F-15. F-15. Я знаете, что цитирую? Я, значит, внезапным образом информация появилась во французском издании Le Parisiens. Они вообще пишут о том, что, значит, был некий двойной агент, который сообщил Израилю, где она сразу находится в этот момент. Ну, и там F-35. Ну, опять, вам виднее, вы как бы ближе. Я, кстати, ну, да, закончите вопрос. Да, нет, я имею в виду, что, и по поводу Путина, что сейчас есть такая точка зрения, что, слушайте, там настолько все перемазаны кровью, что даже если его не становится, война с Украиной это единственный вариант сбережения этого режима, сохранения этого режима. Ну, и поэтому условный какой-нибудь, ну, это вряд ли будет Медведев, но там есть достаточно кандидатов, которые бы продолжали эту агрессию и, в принципе, продолжали кидать своих там, свое население в эту топку. Это действительно так. Война ведется с Россией, а не с Путиным. Ну, хотя Путин, как бы, там все-таки фигура важная, но нужно понимать, что там, грубо говоря, есть, что называется, башня Кремля, то есть, есть определенная, грубо говоря, партия войны, так сказать, направление, вот есть там группа, возможно, лояльных к нему людей и так далее, это надо шире, как бы. Меня вот давно, как бы, меня такой вопрос мучил, но сейчас, как-то в меньшей степени мучает, почему, например, Украина не ликвидирует какого-нибудь Пушилина условного? Ну, потому что он не сидит как бы постоянно в бункере, он там катается, если вы видите, он катается, там приезжают какие-то захваченные города, точнее, то, что от них осталось, руины, да, вот, какие-то смотры, там, сегодня буквально какая-то информация прилетела, что он где-то там опять что-то выступал, и это не бункер, то есть открытое здание. Что мешает туда, как бы, штормшеду, атакамс, или этот, или пакет джима Лоресов, как бы, послать? Ничего, ну, дальность позволяет, как бы, вот, и так далее. Я думал, почему, и потом я подумал, вы знаете, во Второй мировой в каком-то моменте союзники хотели ликвидировать Гитлера, а потом отказались от этой затеи, ну, потому что понимали, что он делает для победы как бы союзников больше, чем это. то есть он, он очень неэффективный, он был менеджер, то есть он кучу всяких ахиней предлагал, постоянно палки в колеса, вермахт упихал, как бы его, в конце, сам вермахт хотел его убрать, в кличном итоге, потому что он их задолбал. Вот, и просто поняли, что, ну, без Гитлера, возможно, Германия сможет еще дольше как бы драться, там, до 46-го года, например. Потому что он страшнейшие ошибки совершал, там, чего только стоит, когда он отказался, это, пускать в серийное производство первые истребители реактивные, вот, которые еще кто-то в 42-м году уже могли, вот, полететь, в конце 42-го года, он сказал, переделывайте скоростный бомбардировщик фронтовой, ну, ахинея вообще была нереальная. Вот, ну, то есть человек, как бы, ефрейтор, лазил на уровень, постоянно там, комментировать уровень генералов, инженеров, всяких таких вещей и так далее. Вот, и Бушилин, это же кто такой, это же, это как бы, это все воры, про хиндеи и всякие, это МММ. МММ, абсолютно. Да, да, он же был менеджером МММ, как бы, и так далее. Вот, и это все мелкие бандюки, они, как стратеги, как планировщики войны и всякое такое, бездари. Ну, никогда не учился, никаких военных академий не заканчивал, как бы, кушили, но, они очень хорошие, они лояльны, во-первых, да, к Кремлю, и очень хорошие планеты бандитского своего, то, как скрылось недавно с этим пузиком, да, где Эрнеста и Гудвина вот уничтожили дроноводов, скрылось, что там эти все, наркотрафик, да, распиливание вот ресурсов, которые на захваченной территории гонят в Россию, они этим занимаются. То есть, они занимаются. Ну, как предполагалось, простите, что перебиваю, как предполагалось, Минобороны и российская пропаганда защищала как раз вот этого пузика, ну, в смысле, коррумпированного военного начальника, который убил, значит, своих собственных дроноводов. Да, 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 именно, именно. Вот, и поэтому я так подумал, ну, как бы, ваша разведка может практически понимать, насколько вредят эти люди именно, ну, боевым действиям, на самом деле. Они занимаются там, вот, как раз наоборот, коррупцией и процветанием коррупции. Коррупция, ну, крат, тоже пожирает, как бы. Она как раз пожирает эту оккупационную армию российскую, вредит ей, да, делает хуже, чтобы она воевала. Вот. А текучка кадров всегда, да, всегда, когда вы начинаете создаваете возможность в текучке кадров, она может, как бы, обновление крови может где-то, как бы, позитивно сыграть какие-то, да, вы там, убьете, как бы, этого Толстосума, вот, этого, вот, Ушилина, вот, а на его месте какой-нибудь боевой придет комбат, там, не знаю, который, там, воевал с 14-го года против вас, не знаю, вот, и только, 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 какая-то хуже с этого станет. У него такая мысль появилась, я думаю, она не лишена, вот, основания, вполне такой реальный расчет может быть, ну, потому что, настолько бездарные личности, серые, они просто лояльны Кремлю, это самое важное, как бы, критерий для Кремля, вот, поэтому, как бы, вот, мне этот вопрос, да, когда-то, вот, я им задавался, ну, что, ну, Путин где, Путин, с Путиным этот вопрос, и Кремлем, это отдельно, еще, ты же понимаешь, что есть договоренности на высоком уровне, между, неформальной договоренности большими государствами, что они не трогают элиты от друг друга, вот, нельзя, да, ну, как бы, пусть простые люди умирают, но элиты друг друга не трогают, ну, опять же, почему пугает действия Израиля, потому что Израиль, вообще, этим не считается, вот, и, ну, кто-то может сказать, ну, как бы, убивают террористов, которые, как бы, они вне, вот это то, что называется, да, оберегаемая война, вот, это же генералы этого хлопнули, как его иранского, я имею в виду Аббас, из Ксир, корпус стража, который в бункере был, ну, а до этого за хиди генерала хлопнули, вот тоже, Израиль, вот это, как бы, пугает очень сильно, потому что он чиновников другого суверенного государства, признанного, большого, сильного, иран-то сильно государство уничтожает таких чиновников высокого уровня, максимально высокого уровня, военных, невоенных, вот, поэтому, как бы, вот, мне кажется, здесь вся соль в этом, вот, ну, насчет, имею в виду этих всех, там, пушилиных и так далее. Да, мы видим, конечно, операции, которые Гур проводил с, ну, предателями, ну, в смысле, там из Киева, которого ликвидировали, царев, которого не добили, ну, то есть, это тоже вроде бы такие, ну, то есть, ну, никакой реальной ценности у них нет, но с точки зрения символики. Предателей нужно убивать, денег предателей нужно убивать, как раз, чтобы это должно становить эффект, что другие не хотели предавать. Коллаборантов и предателей нужно убивать в первую очередь, чтобы это останавливало желание коллаборации. Окей, тут есть еще интересная мысль, значит, такая американская журналистка, публицистка Энн Эпплбаум, она опубликовала такую небольшую книжку, называется Autocracy Inc., корпорация автократия, и там мысль о том, что, слушайте, если в 20 веке мы видели, как автократические режимы, да, у них там была какая-то идеология, они там могли действительно противостоять Западу, ну, в смысле, понимаем, да, Советский Союз и части их там элит или силовиков в какой-то момент, конечно, верили в то, что есть тлетворный Запад, который, значит, вот несет угрозу. Вот так вот, по мнению Эпплбаум, что сейчас автократические режимы полностью поменяли свою стратегию, суть в том, что это клептократия, то есть просто сидят люди, которые хотят воровать, и, значит, все, что угрожает, ну, уровню коррупции, есть угрозы для них в целом. И вот она считает, что сейчас мы можем наблюдать то, что эти режимы начали помогать друг другу. Они поняли, что если, неважно, кто вы, левые, правые, черт его знает, как это православная, это чушь, которая в России, скажем, если возникают проблемы в Венесуэле, у Мадуру, туда сразу приходят китайские деньги, туда сразу приходят российские деньги, туда приходят иранские деньги, что тоже, казалось бы, где Венесуэла, где Иран, в том числе, где и Россия, там, кубинские и так далее. Что смысл в том, что именно это позволяет им выжить. Опять же, так можно объяснить, например, дружбу России с Хамасом или дружбу России с Талибаном, хотя они немножко, у них другие мотивации. Вы на Ближнем, на Ближнем, Ближнем Востоке, видите ли вы действительно, ну вот такую коллаборацию просто автократических режимов, которым выгодно, да, чтобы они все оставались вместе и все чувствовали себя более-менее комфортно? Вы понимаете, что, как бы, авторитарные режимы, они не любят демократии, не из-за идеологических, да, как бы, опять, вы сам сказали, они могут левые, там, правые, исламисты могут быть кто угодно. Они не любят, потому что там постоянно меняются элиты, и вы потом не можете, как бы, работать линейно, то есть договориться с кем-то, договориться с кем-то, а он его возьмут и сменит. Поэтому демократия, они работают в векторе вот этих, ну, точек силы, то есть, допустим, у вас есть какая-то, Германия, Франция, предположим, у вас есть какие-нибудь, допустим, конторы, гражданские, которые друг с другом работают, вектори, вектори медицины, или военной вектори, то есть, там есть коллаборации вместе концертных фирм, и для усиления друг друга, потому что сегодня технологии стали такими сложными, что вы не можете, во вторге, вы не можете, как одно государство, вы деградируете, будет отставать. Сегодня нужно сразу десятков государств, интеллектуальных возможностей, ученых и так далее, вместе комбинировать свои знания для развития. Ну, на передовом уровне все это было. Не дроны уровня 80-х, 70-х годов, как у Ирана, и не там ракеты, которым уже эта технология, как времен, 3-е вариха, V2, и так далее, баллистические, а действительно современные технологии передовые. Вот. И это требует активного, открытого, гражданского общества. Деоазистской возможности. Когда вы, ну, активное гражданское общество, оно подразумевает сменяемость власти. Ну, то, что активное гражданское общество не потерпит, например, когда у вас будет какой-нибудь мошенник, коррупционер, как бы, власти. Ну, мы видим, как-то они тогда начинают такие государства лихорадить, и этих людей скидывают. Или они проигрывают выборы. Вот. Авторитарные режимы хотят действовать линейно, и они закрывают свои государства, как Россия закрыла, например, этот иностранный агент. Это началось еще когда-то, до 14-го года было, да, иностранный агент? Мне кажется, это еще одиннадцатый-двенадцатый год, мне кажется, когда вот Путина они вернули после двух сроков. Это они подписали себе смертный приговор тогда на медленное уничтожение. Люди грамотные, тогда, когда немножко еще как бы можно было открывать рот, в России, в том числе, либеральная оппозиция говорила, черт с ним, с Путиным, вы же понимаете, что все, как бы, вы подписываете смертный приговор России, потому что если Россия будет отрезана от мирового возможности коллаборации этих действий, притока капитала и взаимодействия с западными структурами, мы просто начнем отставать и откатываться назад. Ну, что сейчас и происходит? Наврал вам 2017 год, проверил пока. В 2017-м они приехали. Речь сложена до этого, да? Мне кажется, что они к этому шли, но вот в 2017-й год прям ввели понятие. А, нет, простите, это СМИ и на агент. Ну, господи, ну, короче говоря, пока вы разговариваете, я проверю точно, когда они... Да, в любом случае, это еще до полномочного вторжения. Это точно 12-й, 12-й, все, чтобы не запутывать никого. В 2012-м году приняли эти поправки, в 2017-м еще и СМИ стали вводить, что и на агент. В 2012-м году, да, в 2012-м. Я помню, в 2013-м году просто про это услышал. То есть еще до вторжения в Украину в 2014-м году, то есть, ну, совсем... Подготовка была, ну, то есть, Россия, понятно, готовилась. Они понимали, что как раз открытость и возможность получать гранты и деньги Запада позволит раздаваться и становиться сильнее структурам оппозиционным. Ну, в первую очередь, навальнистым. А это напрямую, как бы, угроза. Ну, Путин в этом видел угрозу для себя. Вот. Поэтому им удобно работать с Мадуро, вот, с Ираном, где, да, там, типа, формально президент, но у него мало что решает. Там, как бы, есть верховный лидер, Арахбар, да, вот, он все решает, он решает вектор. Более того, все, что говорит президент в плане политики Ирана, это решает, как бы, верховный лидер духовный, иранский. Вот. Это, как бы, Сирия того же Асада, да, это Ким. И все эти структуры, опять-таки, как-нибудь Хизбалла, опять же, насрало 32 года у власти. Ну, то есть, все стабильно. Если ты с кем-то договорился, ты с кем-то договорился. Если Россия и Иран положили там вот курс на стратегическое всеобъявляющее партнерство, они сейчас будут подписывать стратегическое партнерство, тогда. Обратите внимание, какие хитрые персы, они такие говорят западу, вот мы не поддерживаем там это, агрессию России против Украины, там всякие такие вещи и так далее. На самом деле, сейчас будут подписывать стратегическое партнерство с Россией. Ну, это такая, Ближневосточная, да, когда вы, как бы, едем, улыбайтесь, тут улыбайтесь, и тут руку пожимаете, и тут как бы это, вот. Вот. И они как бы знают, понимают, что ничего особо не изменится, потому что все элиты, иранские, это одни и те же элиты. Они могут для своих интересов где-то чуть-чуть тасовать какие-нибудь говорящие головы, как вот сейчас с президентом новым. Вот. Но все как бы это. Поэтому тут как бы вокруг этого как бы тянутся автократы друг к другу, а не в плане идеологических каких-то вот. Абсолютно разные могут быть идеологические. Но автократиям важно, чтобы была вот эта стабильность. Их очень пугает живое гражданское общество, а демократия это всегда живое гражданское общество. Тут, я знаете, на что обратил внимание, что, конечно, Израиль имеет дело совсем другим врагом. Понятно, что там тоже клептократы есть, понятно, что хочется украсть денежку, понятно, что, например, ну, есть такое предположение, что премьер-министр Нетаньяху рассчитывал, как это, что Хамас, получив много денег, остановится, возможно, не будет нападать и так далее. Но, тем не менее, Израиль имеет дело с исламистами, они действительно верят в то, что цель их жизни уничтожить Израиль, сионистов, евреев, ну, вот это все, там, много причин. Как вы считаете? Есть же мнение о том, что невозможно остановить этот конфликт, потому что всегда найдется араб, который будет считать, что нужно убить всех израильтян. Ситуация сейчас. Израиль атаковал Йемен, хуситов. Израиль, возможно, будет проводить прям наземную операцию в Южном Ливане. Израиль, ну, судя по всему, продолжает действие в Газе. Как бы вы охарактеризовали эту ситуацию в борьбе с идеологически подкованным врагом? С каждым арабом договориться, конечно же, невозможно будет, да и нигде никогда невозможно с каждым, но договориться с элитами можно. Израиль подписал мирные соглашения с Ярданией и Египтом, которые признали право существования Израиля. От этого воевали. Много воевали. А знаете, когда эти эстрады пошли на уступки и решили согласиться? Ну, когда Израиль подписанных побил, Ярданию побил, Египет побил, и они поняли, что, наверное, элиты. Простая голь в Ярдане, если спросить, они скажут, не, плохие сионисты, так как говорят. Вот. Вместе с тем, есть тесные связи между нашей верхушкой и египетской, и орданской, например. Саудовская Аравия отчетливо говорила, что они готовы признать израильское государство, еврейское государство, Израиль, при тех или иных там критериях. У них есть свои потребования, но они не говорят, нет, нет, святая война, мы их уничтожим, как говорят. Мы готовы признать. Вот. Авраамические соглашения, которые Израиль с Марокко и другими арабскими странами в последние годы тоже подписывал мирные договоры с институтом. Марокко. Марокко не просто есть военное сотрудничество между Израилем и Марокко, Израиль помогает Марокко, но даже израильские солдаты ездили на общие учения в Марокко до 7 октября прошлого года были. И в целом как бы между Израилем и Марокко там есть тоже, налаживают связи, дальше развиваются. А в войне судного дня в 73-м году Марокко послала танковый корпус, танковый батальон или, короче, какой-то военный конфигмент послала в Египет воевать против Израиля. А сейчас вот израильские солдаты ездили в 23-м году на учения в Марокко. Вот такие вот метаморфозы. То есть, сейчас Израиль бомбит Ливан, крепко бомбит, так от души. А до 7 октября, а про Ливан если мы говорим, это 8 октября, когда из Ливана начали обстреливать, ну, у нас, север страны и так далее. Израиль ввел с Ливаном переговоры о демаркации границ и водных ресурсов. Чтобы как раз, ну, был мир. Чтобы был мир, и чтобы закрыть вопрос о границах и так далее. Вот. То есть, договориться можно? Можно. Нужно? Нужно. Это цель. Наша цель, как бы, как Израиль, в конечном итоге со всеми договориться, как-то аварамические соглашения, чтобы в конечном итоге и светило исламского мира, Сыдовская Рави только нас признала. И жить всем мирно и не тужить. Ну, как с Иорданией мы живем и хорошо, как бы. Вот. Но, видимо, перед тем, как с кем-то договариваться, приходится честно бить, как и родданцев побили. Вот. Поэтому приходится сейчас бить Ливан. Видимо, его нужно вот настолько сильно побить, чтобы в конечном итоге они из Балу скинули и пришли к Израилю и сказали, вы знаете, как бы, нас задолбало. Вот. Мы так как бы касался банкрот, вот и так далее. А тут еще как бы эти черти иранские все и шиитские и так далее. Они вот нас, это, в страну в такую ситуацию верли. Вот. Давайте все-таки будем мирно и дружно шить. Вот. Дай-дай-то Бог, да. Потому что, как бы, хочется с Ираном, ой, ну, и с Ираном тоже. Я, кстати, напомню, что Иран времена Шаха до исламской революции был очень теплый отношение с Израилем. Более того, он был первый на Ближнем Востоке, кто признал, один из первых, кто признал Израиль, его право. Мы у них покупали нефть, вот, помогали и сотрудничали с ними. Вот. Ну, то есть, с самими Ираном были теплые отношения. Сейчас, кстати, с оппозиции иранской у Израиля теплые отношения. С самими Иранцами у нас проблем и вопросов нет. У нас вопрос к режиму ЯТО, конкретно. И, блин, ну, что такое Иран? Там Перс, это 60%. Ну, то есть, кто? Ну, там же азербайджанцы живут. Вот. Там арабы живут. Вот. И вот это, что у нас проблем с белуджами, что они плохого сделали. Что у нас проблемы с азербайджанцами, как бы, и так далее. То есть, тоже нужно понимать, что Иран, это покруче, чем Россия в плане, как бы, сепаратизма и раздробленности, как бы, вот. Все-таки русских в России не 60%, по-моему, 80% или что-то такое. А тут, причем это по такой типу оценки говорят, что это как раз Перси накручивают, чтобы а-ля быть большинством, на самом деле, там 50%, типа. Просто они там накручивают эти опросы там среди населения, статистику и так далее. Ну, кричу о... Как Саудовская Аравия все время говорила о том, что у них гораздо больше населения, чем на самом деле. Да-да-да, извините. Да-да-да, где-то. то есть, их там вот, да. Ну, почему они постоянно там галихарадят страну изнутри? Иран, с белуджами и так далее. Сепаратизм, терроризм, инсургенты. А курды, кстати, курды, там дофига, курды, давно везде все государства. Курдов хлебом не кормить, они в горы как бы идут с калашами бегать и так далее. Но они прекрасно это понимают и знают. Они видят, что курды сделали в Ираке, что курды делают в Сирии, что курды делают в Турции. Видел эту бесконечную войну турков с курдами уже сколько, 50-40 лет, которая идет и так далее. Иран смотрит, думает, ну нафиг это нам надо. Это, кстати, попутно, тема, почему Иран не хочет большей войны, в нее не влазит, потому что они боятся, что там подорвет изнутри сам Иран. И умные люди все-таки, перцы люди умные, они прекрасно все очень понимают и все очень рассчитывают. В отличие от России, которая просто в режиме самоуничтожения вошла, включилась. Ну, элиты просто, элиты иранские намного более грамотные и мудрые, чем российские элиты. Ну, российские элиты, мы про это много раз говорили, как гопники и бандиты. Слушайте, ну тут есть очень простой расчет. Они думают, что смогут додавить, да? Ну, то есть, как это, глядя на ресурсы, глядя на вот демократии, то, о чем вы говорили до этого. Да-да-да, Россия думает, что, ну вот, слушайте, сейчас уже в Австрии выбрали ультраправых. Сейчас непонятно, чем закончатся американские выборы. В Франции уже Макрон потише говорит об Украине просто потому, что у него внутренние проблемы. Ну, Венгрия, все с ней ясно. Ну, короче говоря, он чуть-чуть подождет и как бы это самое. Поэтому... Да, они думают додавить не от хорошей жизни, потому что они вообще не хотели в ситуацию попадать. Они думали провести быструю блиц-операцию, вас подчинить. Они не собирались сжигать все запасы там советские оружия, вот, терять там, вот, большую часть своей авиации и вертолетов там всякие такие вещи. То есть, они думают вас задавить не в плане своей стратегии, что такая была, а в плане сейчас, что они понимают, что у них просто как бы выбора нет. Ну, с точки зрения Путина и Кремля, они еще не власть потеряют свою. Путин боится потерять свою власть. Вот. А не потому, что они думки мудрые и сделали расчет такой. Как раз, наоборот, они очень просчитались в этом году. Прямо очень, как, знаете, как этот мемм есть, вот, просчитался, но где? Вот. Но вот это как бы, вот это прямо про Путина. Знаете, я слушал такой подкаст, Нью-Йорк Таймс работает, публицист такой, Эзра Кляйн, он разговаривал с Дэвидом Ремником, Дэвид Ремник, это главный редактор Нью-Йорк Таймс, ой, Нью-Йорк Таймс Нью-Йоркера, он делал, писал профайл про Синвара, ну, лидера Хамаса, и они там, ну, разговаривают, долгий такой, там, часа полтора, значит, этот разговор, и они пришли к выводу, что все равно Синвар и Хамас добились своего, то есть, несмотря на то, что, ну, вот, октябрь, да, 23-го года, это была самоубийственная акция с их стороны, но все равно они увидели, что, да, вот Иран впервые в своей истории запустил ракеты и дроны по Израилю, Хизбалла активизировалась, ну, как бы, тоже получила то, что, как бы, на что и рассчитывала. Можно ли говорить, что все-таки вот этот хамасовская атака, да, террористическая, с огромным количеством жертв, с заложниками, все-таки, ну, вывела этих радикальных исламистов на новый уровень? На какой уровень? Черт его знает, они все сидели и готовы были уже подписывать договоры, Саудовская Аравия, вы сами говорите, да, Ливан, демаркация границы, и теперь это совсем, совсем... Ну, не Хамас же. Не Хамас. Не Хамас. Ну, а, триггерный момент показался, как бы, тогда резняк, который Хамас устроил. А, вообще, понимаете, это очень хороший пример того, как цепочка событий приводит. Ну, сейчас это нельзя назвать большую войну, но сейчас в сравнении познается с тем, что было раньше, в Израиле это небольшая война, назовем это вот, более крупная война, более широкая война. Хамас осуществил то, что хотел осуществить Хизбалай и Иран, но тогда, когда считали бы это нужным, Синвар, вот упомянутый, он, во многом, это было его решение волюнтаристское. Этим сильно, он очень сильно попортил все карты и Ирану, и Хизбалай. Знаете, как вот когда-то давно стрелки, когда в линии стреляли, находились, линейная тактика была с мушкетами, но он был отпустить врага очень близко, стрелять, когда в упор совсем. И так вот тренировали, подготавливали этих стрелков. А неопытный стрелок, он от страха мог выстрелить еще, когда врагов далеко, а дальше перезаряжаться долго, целая минута перезаряжаться, и враг уже приближался к тебе и начинал тебя резать. И вот как бы Хамас выстрелил, когда слишком далеко из группы грабила враг, разрушив этим весь эффективность и порядок строя. Их называют осью сопротивления, называют глобально все, и которые ираны ее курируют. И Хизбалай, который не хотел этой большой войны, как и Иран, как и мой, такая ситуация уникальная, когда никто не хотел войны, но воюют, был вынужден 8 октября присоединиться к обстрелам Израиля, потому что и главная парадигма идеологическая, вот вы про идеологию говорите, это война с ионистами и защита там палестинцев и палестин. И к ним были большие вопросы. Израиль бомбит Газу, Израиль вот пошел Газу придать порки после резни и так далее, а вы сидите ничего не делаете. Поэтому Насрала хотел сидеть сразу на двух стульях, то есть с одной стороны и повоевать трошки с Израилем, так немножко, но так повоевать, чтобы кого-то не скалировать и чтобы его не убили и не разбомбили Ливан и так далее. Но вместе с этим одновременно показать Хамасу, Ирану и остальным, что мы тоже воюем, смотрите, мы как бы тут люди слово и дело. Ну и в итоге война, в которой они вступили для того, чтобы поддержать Хамас, который был в бомбе в Газе в каменный век фактически, привела к тому, что сейчас бомбят в конечном итоге Ливан, уничтожили Насралу и всю верхушку Хизбаллы. И самое главное, что у Ирана выбивают его карты, как бы козыри, Хизбалла главный козырь был всегда Ирана. Иран всегда как бы что подразумевал? Если вы что-то Израиль будете делать, мы вот отадим указания Хизбалле и это вот тысячи и десятки тысяч ракет, которые полетят на ваши города. Территория крохотная, все очень густо, населенная, тесно, это большие жертвы. А большие жертвы это наша Ахиллесова пята, то есть мы нетерпимы как бы к жертвам. Это был расчет Ирана. А сейчас как бы Хамас выбит, то есть он на уровне террористов 90-х годов скатился. Максимум, что он может, это террор. Вот, какие-нибудь там партизанские действия какие-нибудь инсургентские и так далее. Их из Балу сейчас вышибают. То есть тот же Насрало, он же был харизматичный лидер. В отличие от, кстати, упомянутого Пушилина, который как бы просто бездарный схемщик, который лояльный Насрало, это харизматичный лидер, стратега, талантливый, который не МММ занимался, а он воевал с раннего детства, воевал против Израиля. То есть он идейный, да, был. Он был идейный и грамотный, он стратег. И многие успехи Хизбалы, ее строительство и развитие были во многом как бы созданы с опорой на его таланты. Это опасный враг был, действительно. бездарный вроде Гитлера того же, который был настолько бездарен, что союзник решили его не убирать. Мы быстрее победим Германию с Гитлером, чем бездарным. Вот. И сейчас я пытаюсь мысль закальцевать обратно. Вот. И получается такая ситуация, что сейчас Иран теряет вот этих свои два козыря, как я уже сказал, в том числе самый главный козырь Хизбалу. И все дальше рожается вопрос, а что дальше? Потому что такие вещи создать десятки лет. Это уж неважно, идейный, не идейный, исламисты, не исламисты, потому что дальше, когда ты уже битый, у тебя ничего не осталось, его просто договариваться. Ну, как я до этого говорил про Ирданию и Египет. Это расчет Израиля. Потому что есть элиты арабские, которые хотят с Израилем договориться. Израиль развитое государство с технологиями, интегрированное в западный мир. Мусульманские страны, исламские страны, они тоже интегрированы в западный мир и хотят быть интегрированы. Кстати, в Катаре находится самая большая база США на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, посмотрите, какие пакеты помощи в финансовой дефлане денег передают Саудовская Аравия США, например. Там поддержка и так далее. Но это же очень вкусные связи. Тут надо быть совсем каким-то идиотом, чтобы такие вещи отказываться. И даже Иран хочет сейчас возобновить разговоры с американцами, чтобы сейчас санкции с них сняли. Потому что они всегда понимают, что без, опять же, как я говорил, интеграции в западный мир с технологией невозможно. Арабские Эмираты запустили на Марс недавно корабль, зонд. То есть, они тоже человечество развивать. Это не фигней заниматься, как террористы бегают и так далее, а запускать зонды на Марс, например. Там у арабов есть интеллектуальные мощности. Вообще, арабская цивилизация, медицина, поэзия, математика, они много чего дали. И не хотелось заниматься всей этой дичью, которая пытается радикалы втянуть. Они хотелось заниматься на Марс, посылать корабли космические, как Арабские Эмираты это сделали. Вкладывать деньги в культурку и в развитие, как Содоскаравия делает. Они много вкладывают в развитие, культурное и всякие такие вещи. Есть такое, чувствуешь, сентименты, что на них смотрят, как на исламистов-бабахов, а они такая великая цивилизация, все-таки на минуточку. Математика, медицина, поэзия, всякие такие вещи. Торговля, кстати, это все связано. Хотят вернуться обратно в этот статус. Ну ладно, тут пришли евреи и живут. Ну хай с ними, пусть уже живут. Поэтому как бы идея еврамических соглашений договорится. Ну пришли евреи и живут, ну и пусть живут. В самом-то же Израиле мусульмане угнетают. Арабский язык вместе с евритом как бы, да, язык. Вот арабы, у них вообще есть привилегии. То есть арабы не обязаны служить в армии, поэтому могут учиться, получать все права, как израильские арабы 2 миллиона, как граждане в этой, как его могут медицину, университеты учиться и так далее. Вот в Израиль дает все тебе эти. Хочешь стать первоклассным врачом, нам, пожалуйста, Израиль предоставляет тебе все возможности. Ну потому эти все эти государства говорят, ну все, давайте, пусть евреи живут в своем еврейском государстве. Но при этом, простите, что это самое, конечно, все упирается в Палестину, в Западный берег и так далее. Ну то есть там эта тема. Я просто... Так не, да, Израиль никогда не говорил, что он не готов договориться с палестинцами и так далее. Вопрос всегда о терроре. Он говорит, ну как бы, что, мы с кем договоримся? С теми, кто придет нас вырезать, хочет нас вырезать. Тут всегда вокруг этого всегда камень, да, вот этот вот несогласие. И вокруг, только вокруг этого, а не вокруг того, что говорят, что нет, мы не хотим. Наоборот, как вы до этого сказали, в той же Газе давали деньги. Развивайтесь. Вам давали деньги, только не трогайте нас. Развивайтесь, строите и так далее. Строите себе не ракеты все эти там, вот, и всю эту ахинею и так далее. Постройте себе там какой-нибудь порт, какой-нибудь построите. И у Израиля были проекты, Исраиль Кац, хорошо известный, вот этот, сейчас израильский министр, МИД, он представлял в 2015, что-то такое было, ну что-то такое, ну после 2014 года проект о том, что в Газе построить порт специально для экономического дальше развития, чтобы мы могли не развиваться, всякое такое. Ну, при содействии Израиля, одобрение Израиля, что Израиль контролирует воды. То есть если бы элиты там хотели, ну была такая вот немножко наивная детская надежда, потому что, видимо, мы очень хотим мира, уже давно, задолбалась эта тема, что и с Хамасом, он трансформируется в какую-то умеренную власть, с которой можно будет договариваться, и в конце даже им порт построить, там и так далее. Нет, что они решили? Пойти, всех начать резать, убивать, сжигать детей, насиловать женщин и так далее. Ну, типа, что сделали нам, на что напросились, на то и напросились, вот, что то и получили, то есть сейчас газы, не порт там находится, а военные базы строятся, и сама газа разрушена к чертам собачьим. Хотя вот наши предлагали такие вещи, были такие идеи и так далее. Вот, они не захотели. И это когда к нам обращаются арабы и говорят, что вот мол, а что так вот это, мы говорим, так они хотят нас убить. Если кто-то пришел к вам, Саудовская Аравия, он воевал с хуситами и так далее. Вы же можете со всякими, своими, короче, террористами воевать, почему нам нельзя? Ну, для того, что мы арабам отвечаем. Я точно представляю себе часть аудитории, которые нас с вами слушают и думают, как же вы достали тут же война в Украине, что вы про этот Ближний Восток все время. Но у меня есть на это аргумент, все связано. На самом деле, все это связано, это не отдельные эпизоды, но, опять же, достаточно уже очень умных людей это подметили и об этом это как бы обосновали. Но, тем не менее, я все-таки спрошу у вас, следили ли вы за визитом украинской делегации президента Зеленского в США, потому что это, конечно, развивалось как остросюжетный триллер в том смысле, что вот у нас есть этот план, значит, начинается все хорошо с визита в Пенсильванию на оружейный завод. Проходит день, вроде бы пауза, раз, типа, давайте вы сейчас, выступает спикер США, вы должны уволить, господи, посла Маркарову, то есть посла Украины в США. Трамп, который говорит о том, что все, Украина закончилась. На этом все не заканчивается. Дальше все-таки Зеленский с Трампом договариваются о встрече, все-таки удается снять это напряжение. Ну, короче говоря, реально триллер, реально триллер. Да, следил, следил, следил. Ногти кусали. Какие у вас впечатления от этого визита? Ну, впечатления очень простые. Очевидно, что для американского электората Украина не пустой звук, это карта, которую можно разыгрывать. Ее разыгрывают республиканцы и демократы. Эти-эти. Каждый по-своему. Республиканцы, мне кажется, они в 5D шахмат немножко тут решили поиграть. Демократы более линейные. Им проще, потому что не так у власти, так помогают уже Украине. Тут как бы ничего нового не придумать. Но тут, кстати, интересное замечание было озвучивали, что из-за того, что сейчас резко сменилась риторика и Трампа, и этих республиканцев, демократам, чтобы быть как бы в оппозиции опять же республиканцам, радикально начать это пить за Украину и предлагать им еще больше. Ну, потому что теперь не может Харрис сказать, что Трамп против Украины после встречи Зеленского с Трампом и так далее. Поэтому нужно сказать, мы еще больше за Украину. То есть, в конечном итоге где-то больше будут вас поддерживать или лоббировать. Но просто это все опять же продемонстрировало, что вопрос российско-украинской войны не пустой звук, это действительно карта, которую можно разыграть, и обе партии разыгрывают, чтобы где-то урвать еще себе голоса. Есть еще точка зрения, что сейчас, конечно, Байден, несмотря на то, что он, в принципе, может позволить себе много, он что-то называется хромая утка, и четыре месяца у него осталось на посту, что он ничего не будет делать такого радикального для Украины до выборов, ну, то есть, до ноября этого года, просто потому, что не хочет давать аргументы республиканцам, ну, то есть, своим оппонентам, его критиковать, говоришь, ну, вот, смотрите, он с Камалой Харрис сейчас развяжу третью мировую. Окей, окей. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику, всегда рад с вами общаться в нашем эфире, нагадаю, говорили с Игорем Левиным, израильским військовым углядачем, специальный эфир на радио НВ. Спасибо.